Если вы работаете с рунами, и это не дает вам никакого результата, то на улице очень сильный ветер, и я жду, чтобы он утих, чтобы у меня было слышно. И я сейчас не беру тот момент, если вы просчитали и время, и фазу Луны, планетарный день. Вот вы все сделали как нужно, а результата нет. Могу предположить, что в этом случае вы уделили внимание всем внешним атрибутам, но не позаботились о себе, о своей личной силе, о силе себя как мага. Самая основная личная сила мага у нас находится в третьем центре силы, это район солнечного сплетения, и центр головного мозга, шестой центр силы. И необходимо уделять очень много внимания этим центрам. Но в основном люди уделяют внимание шестому центру. Третий глаз открыть, созерцание, медитация, все эти практики, они в основном направлены на раскрутку нашего шестого головного центра. И вот здесь небольшая загвоздка. Если у нас нету нашей личной силы в третьем центре, то развитие и максимальное уделение внимания шестому центру ведёт просто к тому, что у вас выработается много воображения. И это воображение, оно будет только воображением. У него не будет настоящей силы намерения. То есть вы будете такой летающий в облаках и в собственных иллюзиях маг, который всё хорошо может представить, но все эти представления, они будут как мыльные пузырьки. Вы свизуализировали, у вас отлично работает ваше воображение, но силы в нём нет. И чтобы была эта сила, необходимо в первую очередь развивать третий центр. С рунами мы работаем в основном из нашего третьего центра. С реализацией наших намерений, наших желаний в жизни. Это всё даёт нам подпитку третий центр. И поэтому уделяйте внимание, пожалуйста, развивайте этот центр силы, и тогда ваши ритуалы, ваша магия будет действовать. И вы тогда не будете у меня спрашивать, ну почему у меня не работает вот этот руностап, да? Ну потому что вы его недостаточно зарядили, потому что не может всё происходить само собой, когда вы обессилены. Это только иллюзия, что кажется, что вот я что-то делаю, и всё само собой происходит. Так происходит в случае, если вы прокаченный человек, если у вас достаточное количество энергии, личной силы, силы намерения. Из нашего третьего центра намерения выходит такая энергетическая щупальца. И вот её нам нужно тренировать, накачивать этот центр энергии. Самое простое упражнение. Вы можете из земли встать ровно и на вдохе из земли потянуть силу через стопы по ножкам вверх и остановить её в солнечном сплетении на задержке дыхания между вдохом и выдохом. Вы вдохнули через ножки и задержали дыхание. Секунд на 6 держите дыхание, не дышите, делаете задержку и чувствуете, как вот упругий шарик у вас становится вот здесь вот в третьем центре. И потом выдох, и на выдохе вы чувствуете, как эта сила распространяется по области, по брюшной области, по диафрагме распространяется. И вы добавляете качество цвета, такой же золотой, либо ярко-жёлтый свет и тепло. Третий центр — это огонь, это стихия огня. И вы должны накачивать его огнём. То же самое вы можете делать сверху. То есть вы подключили нижний поток в свой третий центр, продышали это какое-то количество раз, когда вы почувствуете, что вам уже достаточно. И тогда вы можете сверху также на вдохе брать через космос, через макушечку, проводить по позвоночнику энергию. Останавливаетесь на области солнечного сплетения, задержка дыхания после вдоха. И вот вы чувствуете упругость этого шарика, как он наполняется, уплотняется. И на выдохе эта энергия растекается, растекается по солнечному сплетению, по брюшной полости. И таким образом вы накачиваете свой центр силы, намерения. Третья чакра в Манипура, если говорить о йогической традиции, то это у нас в Манипура. Центр желаний, центр нашей силы в физическом мире. Не физической силы, за это Муладхара отвечает, нижняя чакра. А силы реализации наших желаний в нашем мире, в плотном мире. И когда у нас уже прокачан этот центр, тогда мы ведем энергию вверх, в шестой центр. И оттуда уже начинаем созерцательные, медитативные практики. А отсюда мы уже начинаем тренировать наше магическое воображение, когда полон наш третий центр. Ну, это одна из техник накачки силой третьего центра. И она очень качественная, это рабочая техника, прекрасная. Вы, я думаю, если один раз качественно ее сделаете, то вы уже почувствуете. И желаю вам удачи в вашей практике.